МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите специальный выпуск программы Время новостей в студии Анна Зубарева. Здравствуйте. Глава республики Владимир Уйба выступил с обращением к жителям региона. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня, как и говорил, вчера вернулся вечером уже из Москвы. Сегодня весь день, что называется, штабная работа. Несколько ВКС, еще вечером будет ВКС с Москвой. Ну и работа с документами. При этом сегодня расскажу о тематике, которые, на мой взгляд, важны. И мы их обсуждали уже неоднократно. И вот, что называется, выношу на ваше решение, как это дальше. Мы двигаемся, не двигаемся. Имеет это актуальность? На наш взгляд, имеет. Имеет ли это актуальность? На ваш взгляд. Речь идет о том, что у нас растет дорожный травматизм с участием именно пешеходов. И увеличивается это количество, особенно с наступлением вот такой темного времени суток. Ну вот, по сути, вы знаете, что уже сегодня в районе 4 часов дня уже на улице темно очень. И на неосвещенных участках дорог, именно вот ДТП с пешеходами, когда пешеходы переходят в неположенных местах, одетые в темную одежду и практически невидимы до последнего момента, пока он уже не появляется в свете фар. И при этом, что самое трагичное, что и дети, вот сегодня рост травматизма и среди детей. Поэтому мы это обсуждали и на правительстве республики, и на комиссии по снижению травматизма на дорогах. И посмотрели лучшие практики, что делают в других регионах, потому что подсветить все места, где могут переходить, в том числе и не санкционировано, наши пешеходы, к сожалению, не удается. Все равно мы сегодня двигаемся по подсветке хотя бы в районе установленных пешеходных переходов, и то это не везде. Особенно если это пригороды или сельская местность, то не везде удается этого сделать. И посмотрев лучшие практики, я уже сказал, увидели, что во многих субъектах введены светоотражающие нашивки или светоотражающие полоски, съемные на рукавах одежды. И это очень серьезно снижает уровень травматизма, потому что водитель реагирует на появившийся свет, на светоотражение и успевает применить экстренное торможение до столкновения с пешеходом. Пока мы рассматриваем это как обязательную для себя меру, ну например, среди школьников, в том числе младших классов. Мы сегодня эту делаем работу, но только среди буквально первоклассик. Сегодня задача поднять этот уровень вот таких светоотражающих полосок на рукавах наших ребятишек класса до пятого. Понятно, что это дополнительное средство. Почему я и сказал вначале, что надо посоветоваться, но принципиально мне очень важен отклик от вас. Нужно на это тратить деньги, не нужно. Для меня нужно, потому что, ну во-первых, не дай бог просто травма там ребенка на дороге, да и взрослого, ну взрослый сам определяет, да, он может там телефон включить, еще как-то пока от себя осветить и себя подсветить на дороге. Ребенок же в этом отношении, если о нем не позаботится, то он, в общем, на самом деле, еще может быть и сам не примет такое решение. Повторяю, мы посмотрели в других субъектах, это уже введено и вот имеет действительно очень такой хороший отзыв, отклик в части снижения травматизма. Вот прошу тоже через мои социальные сети дать ваше видение, как это делать, а мы с учетом уже вот такого обсуждения тогда будем формировать предложение и выносить это на решение правительства. Спасибо большое. Идем дальше. Еще одна очень важная тема для населения республики это народный бюджет. Вот когда я встречаюсь на встречах с населением республики, неважно, города, села, труднодоступные населенные пункты, везде эта тема очень хорошо звучит о том, что средства народного бюджета реально работают на те проекты, которые вы же сами и выбираете. И это очень важно, потому что это не навязывается сверху, что нужно сквер сделать или там нужно памятник облагородить, а вы принимаете решение, потому что вы живете в этом селе, в этом населенном пункте и для вас очень важно и приоритетно именно то направление, на которое вы и голосуете. И мы из года в год, вы знаете, и в 2020 году, и в 2021 мы эту цифру повышаем, пусть понемножку, учитывая, что мы в дефицитном, очень жестком дефицитном бюджете. В этом году мы на это затратили 310 миллионов рублей, а в следующем году, в 2022 мы сейчас ставим планку еще выше. Но здесь нужно, чтобы вы знаете порядок, мы выносим это как предложение правительства и мое предложение как главы на сессию Госсовета. Вот у нас будет в декабре этого года сессия Госсовета, где мы будем утверждать параметры основные 2022 года. И вот там эта цифра тоже будет фигурировать. Мы ее ставим с ростом, ставим ее примерно где-то под 400 миллионов. Ну, во-первых, инфляция съедает, а во-вторых, идет очень много заявок, и мы уже на встречах, я сталкиваюсь тем, что уже внутри населенного пункта идет, ну, условно говоря, спор между какими-то проектами. И хочется, допустим, там два проекта поставить. Поэтому, и они действительно очень важные и все приоритетные. Поэтому мы в этом смысле не жалеем денег, они действительно нужны для того, чтобы повысить уровень и вашей заинтересованности, ну и, соответственно, повысить возможность по реализации этих проектов. Поэтому, еще раз говорю, здесь мы инициативно выходим на Госсовет, ну и думаем, что народные избранники тоже поддержат нас, потому что это действительно народные проекты, народный бюджет. Теперь по эпидобстановке. Мы чуть-чуть снизились, у нас на сегодняшний день 387 случаев заболевания коронавирусом. Вчера это была цифра 390. Вот из 387 заболевших у нас сегодня много привитых. Это 43 человека. Но я сразу хочу сказать, что из них все-таки большая часть, а это 32 человека, это легкое течение заболевания. Амбулаторное лечение, и только 11 человек госпитализировано тоже в средней тяжести заболевания. И думаю, что, конечно, все они вылечатся, потому что, ну, мы видим по цифрам, к сожалению, смертности. И я вот постоянно вам говорю, что у нас на сегодняшний день умерло 9 человек от ковида, из них нет ни одного вакцинированного. Вот уже несколько дней я вам рассказываю именно эти цифры, в том числе цифры, к сожалению, по умершим. И вот этот диссонанс, когда даже привитые заболевают, но все-таки в умерших это практически 100% люди не привитые. Это еще раз подсказка вам к тому, что нужно прививаться. По прививкам. Значит, у нас на сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 291 992 человека, за что вам огромное спасибо. И остаток вакцин достаточный для того, чтобы вы приходили и прививались в ближайшие дни. Поскольку, еще раз повторяю, идет сегодня достаточно высокий рост ОРЗ, ОРВИ, гриппа. И, конечно, нужно успевать сейчас прививаться от ковида с тем, чтобы спокойно, даже если вдруг у вас будет вирусное заболевание другой природы, там, гриппозная, да, вы все-таки будете защищены уже от основного, от ковида. На этом у меня вся информация. Уважаемые жители республики, берегите друг друга, берегите детей. Всего вам самого доброго. До следующей встречи. Вы смотрели специальный выпуск программы «Время новостей». Всего вам доброго. До скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok